Областное управление Министерства по независимых ситуациях, Асвот, Комитет судовых экспертиз, Держаутоинспекция, Барсиэм, Научальные установы. У святок Лядового палаца у Гомеля Некольких организаторов, Алена Суперквядумы примусы, Наконт семья нянек и дитяти без догляду. На этот раз проблем с проведением акции «Не покидайте детей одних, не узникая». Тем больше тут есть на что поглядеть и навод стать умовным водителем Соправданной пожарной машины. На некольких годин специализованной машины первые творились У свои саблевые высылочные экспонаты. Каждый ожидающий можно сесть за руль и отчуть себя с оправданным вортовальником. До речи, машины оснащены очень необходимым обсталеванием и заправленной водой. При необходности они в любой момент могут выехать на место пожару. У областного управления Министерства скажут, что примиркованное до Дня обороны «Дятей свято» проводить что год, а все ли это ино особо масштабное, причем у программы унесли одразу некольких нововведений, вот и в некую квест «Гульню». Головная задача – научить, как правильно действовать подчас реальной, независимой ситуации. Как себя правильно вести в чрезвычайной ситуации, в быту. Это то ли градусник разбился, как спасателей правильно вызвать, оказание первой медицинской помощи. Обовязковые умовы для удела «Гульни». У складе команды повинны быть дети. Уречте для их – это опыт, который запомнится надолго. Учил дистанцию необходимо пройти, как много ключей, но час все-таки не самое главное. После финиша у Денеки признаются, это была загапляючая и главное – корыстная «Гульня». Очень увлекательное занятие, и обязательно надо попробовать все-таки пройти это. Да, это очень полезно, потому что и дети, и взрослые должны знать, что делать в экстренных каких-то ситуациях. Стенд Державного комитета судовых экспертиз у хлопчиков корыстается повышенной увагой. Только тут можно увидеть столько боеприпасов и навык поднимать их в руках. Эксперты-криминалисты ничего суперсинимают, а не попереживают. Это одинное место, где патронные гранаты не уявляют погрозы для життя. Так что дети при обнаружении таких предметов или похожих на них в лесу, на реке, ни в коем случае в руки брать их нельзя. При их обнаружении сообщаем родителям. Родители позвонят в милицию и все это обезвредят. Здесь на столе это трогать можно, в других местах нигде трогать нельзя. Полутора годовый Илья Кричасов, один из самых маленьких удельников мероприемства, и его батьки отгукнулись на запрошение БРСМ принять удел о конкурсе дитяших колясок. Умова одна. Коляски повинны отповедать пожарные тематации. Далее небежеванный полет фантазии. Когда сказали, что это машина будущего МЧС, нам сразу пришла идея, что это будет межгалактическое, что-то межпланетное. Ну вот МАП мы поэтому и называемся. Межпланетный аппарат пожаротушения. Алексей Нтеров, Игорь Марышенко, Делирадо, компания Гумель.